Доброе утро! В эфире 12-го канала новости в студии Натальи Рогалева. Лето возвращается, выходные будут тёплыми, но не жаркими. Когда мечам ждать прихода осени? Страшная авария на трассе Омск-Муромцево среди погибших дети. Подробности ДТП. Самое секретное подразделение страны группа «Вымпел» отмечает 41 год со дня образования. Воспоминания ветерана. Концерты, фестивали и праздники. Выходные в Омске будут насыщенными. Мы подготовили афишу самых ярких событий, которые нельзя пропустить. В Омскую область возвращается тепло. Уже сегодня воздух в регионе прогреется до плюс 18 градусов. Потепление продолжится и на выходных. Столбики термометров поднимутся до плюс 23. Местами по городу и области метеорологи прогнозируют кратковременные осадки. Ночью в некоторых районах ожидается туман. Что касается долгосрочных прогнозов, на следующей неделе возможно потепление до плюс 26. Однако, по словам синопсиков, ждать летней жары уже не стоит. В Омске определились с подрядчиком для строительства новой транспортной развязки на Левобережье. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Торги выиграла компания «Стройтраст». Стоимость контракта – 242,5 миллиона рублей. Объект будет располагаться у Ленинградского моста в районе пересечения с Третьей Островской. Как выяснили в Департаменте транспорта, он должен уменьшить количество заторов на магистралях и улучшить транспортную доступность Парка Победы и Птичьей Гавани. Согласно проекту, протяженность будущей развязки составит около 600 метров. Помимо нового дорожного полотна, специалистам предстоит оборудовать тротуары, сети наружного освещения, ливневые канализации и парковки. К строительству приступят уже в этом году. Полностью завершить работы подрядчик должен до конца июля 2023 года. Трое пострадали, четверо погибли. В Нижнеомском районе произошло жуткое ДТП. На трассе Омск-Муромцево-Сидельниково легковушка влетела в груженый трактор. За рулем «Лады Ларгус» находилась 57-летняя женщина. По словам инспекторов, она не выдержала безопасную дистанцию и не смогла вовремя сориентироваться. От удара авто превратилось в груду металла. В машине в момент столкновения находилось 7 человек. В результате данного происшествия двое пассажиров взрослых, это женщина 85-го и молодой человек 2000-го годов рождения, а также дети 2012-го и 2021-го года рождения. Обе девочки скончались от полученных травм. Еще в медицинское учреждение доставлено водитель и двое детей с травмами различной степени тяжести. Уже установлено, что почти все дети находились в салоне, переполнены легковушки без детских кресел. Добавлю, что 35-летний водитель трактора не пострадал. По факту трагедии силовики уже возбудили уголовное дело. Расследование на контроль взяла областная прокуратура. Первый после пандемии мэр Омска Сергей Шелест провел личный прием. С просьбой о помощи к градоначальнику обратились представители КТОСа Молодежной. Они пожаловались на отсутствие в частном секторе в Амурском поселке тротуаров и систему уличного освещения. На встречу решено было запланировать благоустройство территории на следующий год. Обсудили еще одну проблему. В микрорайоне не хватает спортивных площадок. Градоначальник дал поручение профильному департаменту изучить этот вопрос и проработать возможные варианты решения этой проблемы. Выслушали. Постараемся в мерах наших возможностей что-то сделать, начинать в этом году, что-то плавно поставить на следующий год. Ну и стараться, чтобы было максимальное удовлетворение от этих приемов. И в рамках законодательственных наших возможностей, конечно, город Омска должен дальше становиться более комфортным для проживания. Впечатления очень хорошие. То есть вопросы, которые я задала, все озвучила, не будет решаться. Это тротуар, это освещение, это заросли за домом. Ну, всякие такие вот вопросы, которые нас, жители моих, интересуют. Добавлю, что такие встречи с горожанами станут регулярными. Чтобы записаться на прием главе города, нужно зайти на официальный сайт мэрии или обратиться в КТОС по месту жительства. На птичьих правах стая голубей заняла пустующую однокомнатную квартиру. Соседи в ужасе. Запах, как на птицеферме, в вентиляции тучи насекомых. А хозяев два года никто не видел. Жалобы в надзорные ведомства не дают результатов. Кроме того, жильцы боятся, что оставленное без присмотра газовое оборудование может стать причиной коммунальной аварии. Как решать вопрос, разбиралась Дарья Садчикова. В этом подъезде можно находиться только зажав нос. Пернатые облюбовали однокомнатную квартиру. Десятки голубей вот уже два года живут без прописки. Соседи рассказывают. Пожилой владелец квартиры из-за проблем со здоровьем попал в дом престарелых. О его судьбе ничего не известно, как и о родственниках пенсионера. За последние два года они не появлялись здесь ни разу. Впрочем, пустовала бесхозная квартира недолго. Зимой здесь поселились пернатые. Спасались от холода. Со временем крылатые постояльцы и вовсе обнаглели. Не стесняясь, стали заглядывать в гости к соседям. Они постоянно у меня на подоконниках, на крыше балкона. Постоянно, ну сами понимаете, перо, запах от них через дверь, через ванну. От квартирантов на пятом этаже страдают жители всего подъезда. Говорят, из-за пернаты в доме появилась и другая живность. Люди жалуются на нашествие мухоловок. Насекомых пробовали травить самостоятельно, безрезультатно. Тогда за помощью обратились в управляющую компанию. В ЖКХ обращались, они сказали, месяц и найдем через месяц. Но уже прошло, наверное, три месяца и тишина. Ну сколько раз уже обращались. Видно, никому не надо ничего. Опасаются люди и возможной коммунальной аварии. Несмотря на то, что в квартире давно не живут, аквитанции не оплачиваются. Отопление и газ здесь так и не отключили. В каком состоянии находятся коммуникации, неизвестно. Пробовали жильцы дома писать жалобы в районную администрацию, в прокуратуру, но внятных ответов за много месяцев так и не получили. В таких случаях советуют юристы единственный выход – обращаться в суд. Если же собственника вообще найти не могут, то в течение года, через год, может администрация города Омска также присвоить законопорядки эту собственность себе, ну и тогда также предпринять меры по искоренению этих нарушений. Жители надеются, что родственники владельцев квартиры все же найдутся. Начали собирать и документы для обращения в суд. Говорят, это крайняя мера, но пойти на нее вынуждены. Ведь соседство с пернатами становится совсем невыносимым. Дарья Садчикова, Сергей Пайхалов, Павел Ромыс, Михаил Клишин, 12 канал. Самое секретное подразделение страны группа «Вымпел» отмечает 41 год со дня образования. За это время отряд стал легендой, а его бойцы провели десяток уникальных операций, многие из которых засекречены до сих пор. Службу подразделений проходили и омичи, один из них – Иван Песцов. Любовь Федорова встретилась с подполковником ФСБ и узнала о буднях разведки, секретных заданиях и увлечении живописью. Общаясь с Иваном Песцовым, не подумаешь, что перед тобой подполковник ФСБ. Мужчина с интересом рассказывает о живописи. С гордостью демонстрирует и собственные картины. На импровизированной выставке их почти полторы сотни. «Когда он подсохнет немножечко, я его выведу таким, каким он должен быть по цвету». Вдохновение ищет в сборнике работ Айвазовского. Говорит, 50 лет назад, когда поступал на службу, книги были другие. Десятки томов под грифом «Секретно». Их содержание молодой лейтенант вызубрил наизусть. Секретное подразделение попало в 27. До этого момента жил обычно армия, институт, работа на заводе Баранова. Однажды в цехе появился офицер КГБ. После беседы с ним молодой человек оказался в отделе кадров в сером доме. Следующие 8 лет Песцов выслеживал изменников родины, шпионов и опасных государственных преступников. Дальше подготовка в спецназ. Здесь зубрежка теории казалась счастьем. Самым сложным были тренировки. Будущие разведчики штурмовали горные вершины, переходили вброд реки с ледяной водой. Мы говорили, дай эту речку переплюнуть можно. Она узкая и вроде небольшой поток, неглубокая. А когда заходишь, в воду только наступил, поток сразу вот так поднимается. И такой напор, течение сильнейшее, что тебя с ног сшибает и уносит, об камни разбивает. После подготовки Песцова и еще 149 бойцов отправили в Кабул. Подразделение, в котором оказался Амич, готовило штурм генштаба. Это второй по значимости объект после дворца Хафизулы Амина, возглавлявшего Афганистан. Иван Иванович рассказывает, понимали, что идем на смерть. 15 бойцов, многие из которых никогда не стреляли в противника, против 250 обученных охранников. Но отступать было нельзя. Когда мы вышли, так сказать, доложили через 40 минут, что объект взят, значит, ни одного смертельного исхода, двое раненых. Поэтому можно себе представить, что мы пережили. За время службы в Кабуле у Песцова было 9 подобных штурмов. Воспоминания, те, о которых можно было рассказывать, уместились в три небольшие книги, написанные подполковником на пенсии. Есть у мужчины и мечта организовать собственную выставку, приглашение на которую обязательно получат его боевые товарищи. Любовь Федорова и Михаил Клишин, 12 канал. Сосны, березы и ели, а мечи высадят тысячи деревьев. Ежегодная всероссийская экологическая акция стартует в нашем регионе уже в сентябре. Масштабы грандиозные. По всей стране участие вне примут 3 миллиона человек. В Омской области о желании присоединиться к проекту заявили представители семи районов. Деревья будут высаживать прямо в лесах, а также у школ, в парках и скверах. Самые крупные посадки запланированы на территории Усть-Заостровского района. Посмотреть все места, где пройдет акция, а также уточнить время и другую информацию, все желающие могут на интерактивной карте, размещенной на сайте проекта. Джаз, рок, поэзия и фаер-шоу. Этот уикенд будет по-настоящему ярким и незабываемым. В Омске состоится второй джаз-парк, а на севере региона пройдет фестиваль сибирского искусства «Тарская крепость». В программе выступление групп 2517 и «Калинов мост». И это еще не все. Мы подготовили афишу событий, которые никак нельзя пропустить. Тара готовится с размахом, отметить 428 день рождения. Праздновать начнут уже сегодня. Главным событием станет фестиваль сибирской культуры «Тарская крепость». На нем выступят группы 2517, «Калинов мост», «Драматикс», а также Сергей Летов, брат Егора Летова, легендарного основателя группы «Гражданская оборона». Концерт начнется в 18 часов, а перед ним артисты проведут автограф-сессию. В субботу ценители музыки ждут в парке на Королево. Здесь с 12 до 22 часов пройдет масштабный джазовый фестиваль. Арт-директор, известный пианист, народный артист России Даниил Крамер подготовил программу, которая удивит даже самых искушенных любителей джаза. Перед амичами выступят столичные гости. Мария Корне, Светлана Жаворонкова и группа «Акустик Соул», коллектив «Леонид энд Фрэнс» и целая плеяда других звезд джаза. Кульминацией станет совместное выступление Омского симфонического оркестра и московских музыкантов. Отметят амичи в субботу и «Яблочный спас». Диндропарк имени Комиссарова приглашает на фестиваль «Яблоневая Русь». В программе не только выступление творческих коллективов города. Гости смогут также прогуляться по ярмарке мастеров и, конечно, продегустировать угощение из яблок. Блюда приготовят участники гастрономического конкурса. Начало праздника в 11 утра. Ждут амичи в субботу на стадионе «Досааф». Здесь можно будет научиться метать ножи, стрелять из винтовки, освоить азы водно-моторного спорта. В 10 утра там начнется спортивно-патриотическая акция на службе Отечеству. Кроме множества интерактивных площадок, гости увидят выставку военной ретро-техники и аэрофлэшмоб «Триколор» с участием лучших парашютистов. А в Омской крепости свое мастерство в субботу вечером будут демонстрировать велосипедисты и силачи. В рамках праздника, посвященного Дню государственного флага России, запланированы также концерт, розыгрыш призов и ночной велопробег, в котором могут принять участие все желающие. Финал у мероприятия будет просто огонь. Зрители смогут зарядиться энергией пламени от красочного фаер-шоу. Омские крылья завоевали первый трофей межсезонья. Команда Высшей Лиги накануне завершила свое выступление на Кубке Прикамья, одержав победу над Зауральем со счетом 2-1. Первые 40 минут матча оказались безголевыми, а в начале заключительного периода Никита Савченко броском со средней дистанции пробил вратаря соперника. А Владимир Машков за 6 небольших минут до конца основного времени удвоил преимущество крыльев, реализовав выход один на один. Зауралью удалось сократить отставание за 20 секунд до сирены, однако на большее времени не хватило. Всего на Кубке Прикамья крылья провели три встречи, одержав две победы, в том числе над хозяевами турнира, а также потерпев поражение в булитной серии. Таким образом, набрав 5 очков из 6 возможных, крылья гарантировали себе первое место и завоевали первый, пусть и предсезонный трофей в истории. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Сегодня мы поговорим об одном из видов протезирования при полном беззубии, так называемой технологии «Всё на четырёх» – ОЛОНФО. Данная технология подразумевает установку четырёх имплантантов на одной челюсти пациента в определённых позициях, что позволяет зафиксировать на этих имплантатах несъёмную ортопедическую конструкцию. Большим преимуществом данной технологии является возможность зафиксировать у пациента несъёмный временный протез в день операции. Семейная стоматология. 45 06 05. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Сегодня, 19 августа, в Омске пасмурно. Температура воздуха днём 9-13 градусов тепла. В районах облачно возможен дождь. Дневная температура составит 12-15 градусов выше нуля. Ветер северный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершён. Далее в эфире смотрите программу «Управдом». Я же прощаюсь с вами до 14.00. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова